Всем доброе утро! Малыш спит! Ну что, всем привет! Уже громко, потому что малыш уже проснулся, поспал долго. Вчера лег, конечно, поздновато у него в последнее время. Видно, связано то, что мы грудь больше даем сейчас. Из-за этого, наверное, у него именно ночью он позже ложится. Как-то поменялось чуть-чуть. Я тут собираюсь краситься. Чуть-чуть подкрашусь, чтобы выйти и быть готовой. Так мы собрались в спортзал. У меня вот такой Иос есть. Вот Иос. Иос, вот Иос. Вот такая рождественская коллекция. Это, походу, еще с прошлого года. Пахнет таким... Кока-колой пахнет для меня, по крайней мере. Я так это ощущаю. Не буду краситься сильно. Нанесу бибикрем. Хочу себе сделать заказ нового ухода для лица. От Фрэш. Надо будет или зайти в Сифору, или с онлайн определиться, посмотреть уход. Уже посмотрим. По-быстрому нанесу тон. Чуть-чуть буквально. Так выровняет цвет лица. Красиво смотрится этот медриньон. Просто тащилась от него каждый день. Очень довольна. С подарками очень. Вот я думаю, что Живане подарить. Потому что близится Новый год, его день рождения, наш день. В общем, много праздников. И идея для мужчин, это, конечно, тяжело. Потому что женщине как-то проще больше всего найти подарок. А вот ему тяжелее. Подкрашусь еще. Кстати, я еще не мыла голову после окрашивания. Все потому, что и так я мою как бы один-два раза в неделю. Потому что позволяет, слава Богу, и вообще считаю, чем меньше моешь голову, тем сложнее она загрязняется. Так что после окрашивания особенно принимается лучше оттенок. Чем дольше ты держишь его и не смываешь первый раз, тем он лучше въедается в осветленные волосы и вообще в любые волосы. Так. То он нанесен. Следующее. Вы видели бы, как стоит здесь фотоаппарат. На чем стоит он? Конечно, это смешно. Это бутылка с беременностью, с наклейками недели. У меня в Инстаграме было. Это, короче, как идея такой бутылки, на которую ты наклеиваешь каждую неделю беременности на нее. И там показывают, какого размера малыш, с каким фруктом, овощем сравнивают. Классная идея. И самая главная задача этой бутылки распределить по часам питье твое, чтобы ты больше выпивала воды в день при беременности. Это очень важно. И вообще в жизни. Заговорила об этом, и сразу захотелось пить. В общем, да. Там вот с 7 утра до 9 вечера питье должно быть. Многие ошибаются, когда думают, что чем меньше пьешь воды при беременности, тем меньше будешь опухать. На самом деле, наоборот, как бы это странно ни казалось и нелогично. Но это все очень логично. Наш организм такая штука, что с ними иногда логика не срабатывает. И дело в том, что главное правильно пить его время, потому что... Вот почему здесь до 9? Потому что после 9 воду не рекомендуют пить. Ну, если хочется, конечно, ты можешь пить. Это никто не запрещает, там, насиловать свой организм. Просто это желательно. До 9 выпить основное количество воды, 2 литра хотя бы в день. А при беременности вообще больше. Я уже молчу и про лактацию. Вообще рекомендую вдвое больше воды пить, потому что жидкость уходит в молоко. И к чему я веду? К тому, что после 9 употребление слишком много воды вызывает отеки. Поэтому старается, кто знает, пить поменьше воды после 9. В общем, задача основная выпить 2 литра до 9 вечера. Вот и все. А там уже, как по желанию, захочется. Чуть-чуть нанесу бронзу, раз, чтобы лицо не казалось таким мертвым. Поговорили сегодня с бабушкой и с дедушкой по скайпу. Скучают по внуку. Вернее, даже они его еще ни разу не видели. А это мои бабушка с дедушкой. Его про бабушку и про дедушку, получается. Так как я росла с ними всю жизнь. С самого рождения у бабушки и у дедушки, то они для меня единственные, кто остался живы. Да, у всех как-то первые бабушки с дедушкой уходят. А у меня мама. Помню свои школьные годы, как обидно мне было, что у всех есть папа для начала. Потому что папа, я тоже росла без отца с двух-трех лет. Где-то мама с ним развелась окончательно. И потом погибла мама, когда мне было 12 лет в автокатастрофе. Все это уже намного проще говорю, потому что прошло время, и время все лечит. Как бы поначалу казалось, что это невозможно, но это так. Иногда мне даже кажется, что так и должно было быть, потому что мало ли как вообще бы сложилась жизнь. Поэтому я благодарна тому, что преподносит нам Бог. Ну все, лицо ожило более-менее. Сейчас добавим румянец чуть-чуть. Вот я думаю, какой уход заказать от Fresh или от Drunk Elephant. Потому что и то, и другое очень хорошее. Я помню, как такси не Адели рекомендовала у себя в прямом эфире в инстаграме эту косметику. Не знаю, была ли это реклама или... В общем, я думаю, что нет, потому что эта фирма американская и та, и другая. И мне очень понравилась умывалка от Fresh. Это первое, да, это первое, что я попробовала от Fresh. Там у них очень хваленые маски есть для лица. Вообще безумно. Но они, конечно, не бюджетные, но они стоят того. Вообще я считаю, что уход за лицом должен превышать хотя бы среднюю стоимость. Потому что это все же лицо. И я за свою жизнь очень много перепробовала. И поверьте, разница видна. По крайней мере, раньше у меня в Испании сразу были, если что-то не нравилось моей коже, сразу же. А у меня была проблемная кожа. Где-то с лет так 18 до... До родов, можно сказать. Потому что беременность. Потому что беременность, видно, гормональный фон изменился. И исправил мое лицо. Я так буду буржаться, потому что оно действительно нуждалось хотя бы в какой-то помощи. Потому что что только не делала, и ничего не помогало. Прямо поздно. Очень, правда? Прямо поздно. Очень дождь, лево, так влажно. В общем... В общем, осень, а не зима. Ну, я смотрела, но снег с дождем обещать, но не снег. Потому что не такой минус, знаешь, чтобы... Ну, да, снег с дождем, послушайте. Я жду на наше Рождество, потому что обычно здесь снег на наше Рождество. С моим новым цветом волос брови теперь наконец-то смотрятся так, как надо. Потому что они у меня по жизни активные и выделяются на лица. А сейчас с волосами, слава богу, смотрятся уже органично. Потому что иногда хочется просто подкрасить брови и пойти без глаз, без ничего. Но когда у тебя светлее волосы, и это, конечно, смотрится на мне, по крайней мере, некрасиво. Но сейчас вот даже так можно уже идти в спортзал. Ну, а я еще, конечно, подкрашу чуть-чуть ресницы. Да, и все. В принципе, не хочу нагружать сегодня лицо. Тушь моя от Риммель. Не знаю, как там, но Риммель здесь бюджетная косметика, считается. Взяла попробовать, люблю ракеты. Мне не важна цена. Сколько я люблю экспериментировать. Потому что иногда бюджетные находки, так скажу, бывают очень классными. Всеми известные Maybelline туши, незаменимые. Почему они стали бюджетными? Потому что элементарно время. Время, потому что уже, наверное, собрали свои миллионы, миллиарды заработанных денег в свое время. И сейчас просто на количество создают. И, соответственно, цену не завышают. Потому что не имеет смысла уже привлекать так к себе покупателя. Потому что конкуренции сейчас очень много. И вообще... Кот мяукает. Ну, кот оборзил в последнее время. Я просто в шоке с него. Вчера Ванина мама рассказывала, что малыш не хотел спать. Где-то до часу ночи. Они как раз сидели с ним. И заходят в свою комнату, а там кот на ихней кровати лежит. А мой кот вообще на кровати не залазит. Потому что он знает, что я не разрешаю. Может, он и залазит, когда нас нет дома. Но я всегда стараюсь закрывать двери в нашу спальню, в малыша комнату. Считаю, да, он чистый. Он получает, конечно, прививки. И такие прививки, что он даже если выйдет на улицу, не будет цеплять глисты и все остальное. Ну, просто я не знаю. Вот у меня с детства такое, что кошка, она не должна быть на кровати. Не знаю. Не слишком. Кошка это животное. И есть поважнее вещи в этой жизни. Считаю. Я как-то вот брезгливо к этому. Потому что мне даже какое-то время казалось, что у меня аллергия на кошек. Потому что чем больше я с ней провожу время, тем у меня как будто вот в горле застревает комок шерсти. Вот у меня такое ощущение. Не знаю. Ваня говорит, что это аллергия. Но вот как сильно такой аллергии я не замечала, что прям... Ну, наверное, что-то есть. Это на психологическом, может быть, уровне. Хотя я животных очень люблю. У меня бы не было животных, если бы я не любила их. Особенно кошек. Кошки всегда у меня с детства. Самые любимые я домой таскала просто самых убитых, самых замолченных кошек. Находила их по каналам. Спасала. Мы жили возле дороги. И всегда, как только выходишь в кошку, как только приведешь ее в порядок, выздоровеет. И ее сразу же крали. Или давила машина, потому что у меня дом, как я уже говорила, был прямо возле дороги на обочине. Я помню, даже к нам заезжала во двор пару машин. Варе случались и прям к нам во двор заезжали. Помню. Бывало дело. Хорошо, что дом прямо не сразу. А там еще у нас огород перед домом был, такой, как палисадник. Там мама цветы выращивала. Очень много цветов разных. Я уже все почти. Что малыш делает? Боже мой, что это, блин? Зачем так пугать? Это что, я испугал? Ну, чуть-чуть было. Зачем? Балаклава идет. Малыш играется. Ты что ты собираешься? Малыш играется. Ты что хочешь, чтобы он упустил малыша? Ха-ха-ха-ха! Ну, все, мой макияж готов. Отправляемся в спортзал. Ну, а потом же в пудела. Ну что, собрались в спортзал. Подкрасила губы чуть-чуть. Так ярко кажется, как будто... Так и в жизни, или... Ну-ка. Яркие. Ну, блин, чуть-чуть поставил. Нормально, только вот, знаешь, вот там где-то выкусила зубы, губы. Там очень ярко. Блин, чем вы будете тогда? Деньгами. Ну, деньгами. Спасибо. Детская. А есть мокрая? Мокрая? Должна быть в сумке. Вот, прошу к тебе, сумка малыша. Спасибо. Возьмите в сумке малыша все что-то. О, вот и моя шапка. А, вот, видишь, я тебе сказал. Все есть. Все под контролем. У малыша всегда найдется. Все. Страшно забыли. Как всегда, перед спортзалом нужно попутать. Более силы. Блин. Ну, вот это уже как ритуал у нас. Серьезно. Мне очень нравится эти чикенбуриты. Просто их обожаю. Ужасно сухой. Да? Угу. А моя как-то мокрая. Сделали прям не такое сочное, как обычно. Чайно пьем. Химию пьем? У нас прям мук-банк такой, знаешь. Ну что, приветствую вас из Северного полюса. В очередной раз. Я вот с спортзала так выхожу, потому что на улице вот такая вот погода. Влажно, мерзко, холодно. Сегодня тренировка удалась не очень. Что-то как-то слабость по погоде, знаете. В такую погоду вообще хорошо себя хотя бы заставить пойти в спортзал, а не то что заниматься. Ну, сейчас мы едем по делам. О, 16-16 я увидела. Опять! У меня каждый день, уже неделя, я не знаю уже сколько. Каждый час, каждый час одинаковый. Ты представляешь? 16-16, 17-17, 18-18. Меня кто-то любит по-серьезному. Как раньше, в детстве думали, что кто-то любит. Очень. Блин, ну погода. Сейчас у нас 4-17 дня. Вот, смотрите, как. Мой сладкий. Эй, кто тут? Кто тут красивый такой? Садуся. Мои сладкий. Мой оруженька. Проснулся. Проснулся. Клювочек. Клювочек. Гу-гу-гу-гу-гу-гу. Клювочек. кое-кто сделал это не ваня это его мама мы будем сейчас ужинать малыш спит поэтому говорю тихо так что всем приятного аппетита а